Про закон сказала. А что ещё сказать? Вот под конец дня на самом деле настолько, настолько объём информации довольно-таки большой. Я иногда себя слушаю и смотрю, что под конец дня мозги включают тормоза. В чём это проявляется? Во-первых, медленно уже разговариваешь, и мне кажется, иногда даже мало что соображаешь под конец дня. Но приходится всегда держать себя в тонусе. И для того, чтобы не уснуть, я смотрю в социальные сети, слушаю, читаю закон, чтобы просто-напросто не, как это сказать, не отрубиться. Это бывает такое иногда. А я в машине могу просто-напросто уснуть на 15 минут, как штирлиц. Вот так. Такой бывает интересный момент в моей жизни. Поэтому я такой человек. Мне совершенно без разницы. Вот до этого была лекция. А не хватало места. Я говорю, да я и постою. Мне как-то вот... У меня нет такого, чтобы... Некоторым, может быть, нужен какой-то определённый в жизни комфорт. Я считаю, всё везде, повсюду просто замечательно и хорошо. Это не главное в жизни нашей. Чтобы у вас был комфорт. Самое главное, чтобы у вас был комфорт в душе. Вот это самое главное. И, конечно, прилагающее к этому здоровье. Вот это две составляющих. А если это отсутствует, как бы вы комфортно не жили, это вам уже не поможет. Но, чтобы у вас были две основные составляющие. И душевное здоровье, и здоровье физическое. Каждый человек должен над этим работать. Ежедневно, ежеминутно, ежесекундно. Я считаю, всё должно быть продумано. Не так, что сегодня я не забочусь о своём здоровье, а завтра я позабочусь. Нет, организм у нас этого не терпит. Организм требует, чтобы мы каждую минуту, секунду заботились. Если вы заботитесь о себе, следовательно, вы в первую очередь заботитесь о своей семье. О своих детях. Потому что, например, дети любят, чтобы мама была всегда, как это сказать, мама была всегда на коне. Всегда улыбающаяся, всегда весёлая, прыгающая, всегда всемогущая. Чтобы это было, вы должны себя держать в ежовых рукавицах. Да, иногда хочется расслабиться. Действительно хочется расслабиться, отдохнуть. Я не знаю, как мне говорят, как вы отдыхаете. Наша жизнь, это, я считаю, есть отдых. Отдых активный, а не пассивный. Поэтому отдыхайте, наслаждайтесь жизнью. Самое главное, берегите себя. Вот так вот немножко опять пофилософствовала. Будем дальше читать Библию и Закон. Всем хорошего вечера, всем пока. Смотрите меня, подписывайтесь на мой канал, если вам что интересно. Ну так вот, пишите комментарии самые различные. Что хотите, пишите. Я приветствую всё. Всем пока. До новых встреч.